Доброе утро! Ну что, солнца сегодня нету, ну еще 9 нету, без 15.9. Мы сейчас едем в город за саженцами к этому Натановичу. Ну и потом на рынок за костюмом там нашли нам костюм. И, ну короче, в город едем. Все, уже справились со всем. Скажу вам одно, такая куча была. Это же позавчерашний и вчерашний. Смотрите, как мало золы. Хотела сейчас начинать собрать, она горячая. Я ее перекошматила, она горячая. Так что все, едем в город. Как мы приехали к Михаилу Натановичу. Видите, тут бассейн был полный, помните какой? Уже нету, уже разобрали. И хотели пораньше, вот заняли очередь. Потому что пока он там рассказывает. Вот этого мужчину, ты знаешь, маленького, он же стоит. Да ну знаешь, он работал на этом. Он лодка стоит, смотри, ты что не видишь. Я только зашла, говорю, о, лодка какая. Смотрите, какие абрикосы. Я вам пока вот, смотри. Видите, какие абрикосы. А вот это слива. И здесь вот это набираешь. Я сейчас спрошу, как оно называется. Здравствуйте. Как вот это называется? А то спрашивают, вот это черное. Чего вы не знаете? А, это Михаил Натанович. С вами опасно. Опасно? Ну все-то да. Он шутит. Это называется корневид. Симулятор роста корневид. Удобрение. Корневид. Ясно. А ты что-то из инициатора, смотри, продается. Ну сейчас все расскажи. Смезовое желудок. Розовое. Видите, какие хотите. Сейчас я вам покажу в ложечке, какое оно. Сейчас, секундочку. Видите, оно такое, как уголь. Вот этот вот, как он называется. Ну, когда желудок болит. Активированный вот такой. Ну, а? Вот это вот. Так, ну, Сань, ты смотри, что ты хочешь. Смотри, какая красивая эта. Персиков куча. Может, я еще не решила. Я еще... Шелковицу-то понятно. Колировка шелковица. Ну да, да, да. Вот собачишь, обещает 50 на 50. Вот розы, смотри, какие красивые. Да, как бы. 50 на 50. Я вот такую купила. Вьющую, наподобие. А наподобие такой есть вьющий. Мы за вот этими людьми, Сань. Вот смотрите, тут какие, Саша, персиков, конечно, видов я даже не знаю. И еще заказал Сережа. Купи мне тоже какую-то яблоню. Купи такую, как у тебя. Я говорю, Сереж, давай я куплю другую. Ты у меня будешь есть яблоки. Я у тебя. Это же так неинтересно, если одно и то же. Понимаете? Поэтому, ну, тут видно, по персику видно. Где персики? Вот такие красивенькие. Здравствуйте. И вот малина продается всевозможное. И вот роза. Смородина. Смотрите, какие молодые пагоны. Ох, розы дофига. Уже отпуск. Румба. Это Оля Садивничок. Я думаю, точно так же все это. Сейчас у нее жныва. Все, кто продает эти. Девушка-помощница сегодня есть. А что такое юбилеи? Юбиляр. А что такое? Крыжонник. А, Крыжонник. А, Крыжонник. Спасибо большое. Юбиляр называется. Ну, я смотрю, что, конечно, больше всего это этих персиков. Вы видите, сколько персиков? Вот Сатурн. Вот это большущий. Это Сатурн. Это приплюснутый персик. Очень хороший. Так, смотри. Это двухгодовалые. Но я вам честно скажу, мы как-то садили двухгодовалый персик. Очень тяжело принимается. Лучше вот такой купить. Вот такой вот. Он поменьше, но он лучше. Я, наверное, возьму персики. Посажу еще персик там рядом. Вот, смотрите. Это, я так думаю, черешни. Или вишня-чудо. Видно по этому. А, черешня, видите? Ну, черешню я не хочу. Пока есть. И вот груша с той стороны. Давайте посмотрим. Потому что сейчас Саша скажет. Вот, наверное, туевые, или как они называются, колоновидные яблони. Груша. Ну, если бы знать. Знаю, сколько груш. Ну, сказала Олечка, что она мне грушу приколирует. Груша из Ольда. Из Ольда. Что-то-то говорит. Нет. Много. Так, а это какие-то саженцы яблони с листьями. Принц. Я даже не знаю, какую яблоню выбрать. Яблоню. Ну, я скажу, что мне нужна кисло-сладкая такая, чтобы она до поздна хранилась. И чтобы она была не такая, не кошистая. Он меня поймет. Очень много саженцев. Вы видите, сколько людей. Еще девяти часов нет, уже людей тьма. Персики уже аж бубочки поотпускали. Пару цветков, может, и останется. Я даже не знаю, взять этот Сатурн. Не знаю. Вот, понимаешь, если бы одно дерево продавалось, купил бы, да и все. Нектарин. Вот, смотрите. Нектарин снежный. Но я нектарина не очень люблю. Не знаю. Яблоньки. А шелковицу не продали нашу? Нет, вот шелковица. Ну, вона якась така печально-то. А ну, сколько, смотрите, какая вона. Шелковица, черная, крупная. Королина, чи что-то такое. Ось, бачите. Палочки тоненькие. Пока вона выросла, мама переживает, что... А что это такое-то лохмотное? Вот одни грязи будут. Я говорю вам, сейчас деревья не такие. Слева желтая. Афаська. Нет, слива я не хочу. Слива надо очень много брызгать. Вот эту алычу, если она есть, вот так. Докупим. Хорошо, смотрите, купили мы и Сереге яблоню, персик купили и купили... Что мы еще купили, Сань? А, алычу. И купили вот удобрения. И вот, короче, здесь очень много, Натанович, купили мы от храбака, чтобы не ел корни. И он удобрения купили на основе куренного помета. То есть, если вам надо... До свидания. Если вам надо, но я вам скажу одно, что Натанович не ездит на выездной. У него хватает и здесь работы. Но есть бригада, которая обрабатывает. У них специальная пушка. То есть, любые деревья обрабатывают... Вот, заходят люди. Обрабатывают от насекомых. Это вы можете сделать. Но, если у вас есть какие-то вопросы к ним, он мне сейчас сказал, говорит, спасибо большое, но мне, говорит, завалили меня звонками ваши подписчики. Пришлите. Я не занимаюсь пересылкой. Я, говорит, любые вопросы, которые будут интересовать, только, конечно, не сейчас, когда жены ва. Говорит, пусть летом звонят. А так, по городу, пожалуйста. Она говорит, я отвечу на любой вопрос. Просто я не занимаюсь доставкой саженца. Так, чтобы вы знали. Мы приедем к нему завтра после обед. Идет новая партия. И он нам пообещал новую... Давай, подержу, Сань. Новую шелковицу. Она говорит, идет прекрасная шелковица. Так, что мы завтра еще приедем. Глаза разбирает. Я говорю, Саша, что будем покупать? Я говорю, сама выбирай. Ну, Саша, мне, конечно, я всегда сама выбирай. Ну, поэтому я выбрала еще один персик. Он дал персик какой-то. А то же с ручкой такой. Какой-то там американский. Я говорю, я вам, как для Сэбэ, дал. Супер, просто суперский. Я говорю, ну, давайте. И... И вот Алыча, в банке я вам показывала, темная, красивая. Мы ее посадим на месте принца. И вы знаете, мужчина пришел, говорит, у вас нету черного принца. Я думаю, ничего себе. И Натанович говорит, что кому нравится, кому не нравится. Это такое. Вы говорите, на вкус и на цвет товарища нет. Так точно и здесь. Все. Тут мы, ну, будем считать, что справились. И видите, смотрите, вот люди приезжают, приезжают и приезжают. Потому что действительно то, что у него покупаешь, то, что он говорит, оно соответствует. Вот я вас не обманываю. Смотрите, еще люди приехали. Надо с утра, потому что он каждому старается, ну, внимание уделить. Каждое дерево обрезает. А вот я хочу то. Ой, я не знаю. А может вот это, а может вот это, как я. Поэтому очень лучше приезжайте с утра. Все, едем дальше. Все, едем дальше. Все, едем дальше. Вообще, какой-то блогер кременчудский. Кременчуг. Начиная из 13-го года. Ну, фотоотчет. И там война. И он так музыку подобрал. И как вот в Кременчуге немцы были. Просто сердце кровью обливается, что никогда этого нельзя забыть. И никогда это не забудется. Потому что это история и серьезная история. Так, вы уже поняли. Мы едем на Ново-Ивановку. Вот это у нас здесь магазин Гарди. Здесь все. И цветы, и платья свадебные. И интерьеры. Все эти вот садовые. Это что-то выросло. Я даже не знаю. Новое здание вообще. София. Садион наш еще один. Кременчугский. Вот он, видите. Такой, конечно, политехник называется. Державные политикличные институции. Это института. Мы на Новой Ивановке. Но сегодня тут петушков нету. Потому что будний день. А так торговля на рынке идет, как всегда. Нам надо у нас поломаться држак на эту. А вон, смотри, какие нитки есть. Сколько интересно, интересно. С уф-защитной добавкой от воздействия солнца. А тебе нитка не... Вот такая лопата у нас. Оно сколько здесь стоит. А будто в этом фузе 75 рублей. Это очень дорого было. Мы сейчас спросим, сколько стоит. Ну, подвязывать малинку, подвязать там что-то. Вот люди покупают, видишь, новые эти. Лучше, конечно, дороже взять, чем дешевле. Потому что у меня за 350 я дощу. А вот, смотри, какие тенты есть. Можно накрывать. 90 грин стоит, чтобы огурцы не выгорали. Раз, и все. То есть, есть что-что хочешь. Сейчас я спрошу. Лопата, простообразие бешеное. Раньше была лопата штыковая. Лопата сруковая. Сейчас название уже целой куча. Американки какие-то. Ну, видно, как она, знаете, таким пропеллером. Посмотрите, какая красивая чаша. Сделали. 350 гривен стоит. Супер. А вот продаются вот щепа для копчения. И дуб, и ольха. Ой, а дуб для копчения. Можно было бы дуб взять, коньяк делать. Но я не знаю, чистый он или нет. А сколько стоит щепа дубовая вот так, вот в кульке? А, вы не знаете, да? Когда я гость. Ну, я думаю, что можно на ней коньяк делать. Она чистенькая вроде, посмотрите, такая. Ну, можно и в аптеке купить, конечно. Но такое количество большое в зависимости. То есть, рыбу коптить. Ой, вообще дешевка. Видите, 15 гривен, это вообще дешево. Коптилки есть. У нас есть. Мы вот сделаем скумбрию. Мы делали. Только была проблема с этими. А вот тут, пожалуйста, есть. Так хорошо. Народа мало сегодня. Никто не толкается. Ой, какая она. Рифленая. Это специально, чтобы рука не уставала. Да, смотрите. Она мокренькая. Не, она хорошая. Пошли. Все, спасибо. Идемте. А я тебе показала, какую мне рулетку в полу подарили красивую? Ну, фонарик пока мне с тебя не надо. Все, Санечек, пойдем. Вот веревок, куча всяких. Видите, смотри. Брызгалки вот какие есть. Ой, мокровата, конечно, эта палка. Вот она. Она очень мокрая. Я не знаю, что она взяла. Что она тут не взяла? Может, эта сухая. Санька. А вот эта, может, сухая. Это очень мокрая. Ее не поведет? Почему ее поведет? Попробуй, как она мокрая. Она со свежего леса сделана. А ну, дай попробую эту. Она прямо мокрая. А ну, сейчас подожди. Подержи мою сумку, Сань. Ну, такая-то ж сухая, Сань. А та мокрая. Вот попробуй пальчиками. Сейчас тебе дам. Попробуй, есть разница? Да, есть. И по тяжести. Это со свежего леса. Она в тебя поведет ее, пока мисс высохнет. Чувствуешь? А что, работать? Поменять. Это же они, наверное, одни тут хозяева. Поменяйте, скажи. А это ваши палочки тут. Ну, очень мокрая у вас. Нам можно поменять. Вот сухая. Что, не подойдет эта, Сань? Ну, как? Она влажная. Она со свежего леса. Ее поведет, пойдет она вот так вот кругом. Что-то не знаешь. А это сухая. Ну, твое дело. Как хочешь? Это же не миллион стоит. Ну, купи две. А то надо... Ну, ты как будешь держать? Смотри, это ровно. Видишь, какая? Даже и так красивая, что она такая ровно. Ну, она мокрая. Она с мокрого леса сделана. А это с сухого. Ну, вот видите, мужчины. Легко их обмануть. Пошли. Да что тут такого? Ты платишь свои деньги, слышишь? Ну, ты странный. Значит, если взял, значит, брать, лишь бы взять, да? А сколько такая полка стоит? Сколько полка стоит? Ну, 30 гривен. Ну, да я понимаю, что небольшие деньги, но все равно. Она мокрая, она тяжелая. Ты же видишь, какая? Ее поведет. Ой, мужчины, мужчины. Так вот за уголом. Кадик красивый. Так, все, пошли. Видите, женщина быстрее соображает. Ну, Саша постеснялся. А я поменяла на твоем месте. Ты же платишь свои деньги. Видите, сегодня нет ни курения, ни еды, только кармадные. И все. Клееночка надо будет купить на улице возле мангала. На кухню клеенку надо будет купить. Вот красивая газета, да? Вот красивенькая. Ой, очень симпатичная. Симпатичная. Воняет так, конечно, клееной. А почем клеенка? А скажите, почем клеенка вот такая? Здравствуйте. 70 гривен. Надо будет до кухнику быть. А вот смотрите, какие варианты. А, это как силикон. А нет. Видите, какие варианты. Я называю это цыганские. Пусть, Галочка, ты не обижайся. Просто, знаешь, такие яркие. Смотри, какие золотые, ведь. Как обои прям. Так, надо купить нам этого. А мы же в последний раз килограмм. Как эти крышки называются у вас? Посмотрим. 69 рублей вот это стоит, ребят. 10 килограмм. Не так-то дешево. Ну, вот здесь выдавлено все. Тут даже запаха нет. Надо такую тырсочку покупать. Давай. Хорошо. Садыевская улейка. Бачите, семечки тут и улейка. 165. Тут и пахуча есть, и домашняя, и такая розетта. Даже семена, то есть эти специи начали уже. Пятилитровка стоит 9 рублей пустая. Вот, видите, цены. Ну, тут, наверное, не литр. 21 гривен, 21, 22,75. А это написано в литрах цена или в бутылках? Это 700 грамм, а вот это вот литровое. Это ж мы не жарим. Ага. Вот цена литра. 27,50. Намного. И масло очень хорошее. Вот это вот рафинованное вот такое, она ничем не отличается от тех, которые там брендовые. Очень хорошее масло. Так что, если будете, у нас покупайте. Деевское называется. Так, все, пошли. А где мой Санючек делся? А где он? Наверное, пошел, обиделся за лопату. Ну, так тоже. Ну, видно, что мокрое, тяжелое. Ее ж поведет. Рядом сухенькое. Нет, ну, он стесняется. А я уже не стала влазить. Думаю, ладно, купил. Скажи, я буду копать. Ну, и копай на здоровье. А он копать стоит, дырекий. Хай копай. Так, все, это мы все спрашиваем. Сейчас заедем в маркетопт. Посмотрю там, что-то купить себе, каких-то овощей. Саша, я хочу сегодня сделать, Саша, чебуреки. Чебуреки по обыкновенному рецепту. Ну, то есть вода, тесто, чебуреки с картошкой и чебуреки с мясом. Ну, это будет видно, пока едем в магазин. Так, приехали мы на Толоку. Вот смотрите, здесь кто-то меня спрашивал, почем картошка и какую я покупаю. Я не знаю. Давайте сейчас посмотрим вместе. Это картошка на посадку. Вот она, видите? И вы приходите и смотрите, какой вам надо сорт. Я лично не знаю. Поэтому, вот смотрите. Белороса, говорят, очень хорошая. Королева Анна. Вот, Белороса, Саракаденка, то есть быстрая. Санте, Гранада, Гранада-посадка, Провень ранняя, Чиповень, Славянка. Ну, Славянка симпатичная, видите, какая розовенькая. Белороса, вот разрезана. Есть белая картошка, есть желтая. Вот, пожалуйста. Суперанья вот есть. Ну, Суперанья, и они. Адрета. То есть, нужно определиться, какая вам нужна картошка. Гранада опять, сифра. Ну, я слышала, что белоросы хорошие. Я не знаю. Цена, вот, смотрите, 8,50 килограмм, 11,10. Нормально. Ну, понятно, что вот размеры, это то, что... Смотрите, какая красавица. И уже начинает наключиваться. То есть, приходите и покупаете. Он сильно даже уже наключенный. Ред Леди. Вы найдите в интернете, что хотите. А потом приходите и покупаете. Все есть. Сорокоденко, это та, которая быстрая. Лук-халцедон. Вот, лук на тыконку. 40 гривен килограмм. Видите? Так, ну, я картошку вам показала. Я увидела вот здесь, смотрите. Не, свинью я не хочу. Вот, аисты появились. Какой-то он такой, 355. Какой-то он такой несчастный. Какой-то он такой грубый. Да, я вам картошку показывала, сколько стоит. Вот журавль. 290 этот журавль стоит, да? 297. Почему 207? Красивый, правда? Ну, вот, а курочка, она оказалась плохая. У нее глаза отпали. Ну, так вот, смотри. 289 какой-то синий. И этот красивый. Ну, подешевели. 450 я спрашивала тогда. Ну, такой, чтобы он стоял лучше, чем вот такой. На земле курочка, она быстро пропадает. А может, свинью давай купим? Да, поставим. Ну, а что будем говорить? А, тут еще есть. Давай зайдем в магазин. Нет, тут только козак стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут только козак. Козака я не хочу. У меня все козак. У новенького еще пока ничего нет. Нету, да? Спасибо большое. Заказали. Вы рекорд, да? Да, да, да. Спасибо большое. Ну, аист на крыше. А что тебе больше нравится? Это журавль, Сань? Журавль хороший. Журавль больше нравится? Ну, у него какой-то нос уже трошки надчуренный. Ну, так видишь, на улице и стоят, я думаю, у меня. Он что, такой наклоненный? Да ножки-то не важно. Он хочет клювать жука. Бачишь, как красиво. Ну, и маленькие эти гарные. Так, ладно, идем по делу, потом решим. Вот, смотри, сколько картошки. Картошки тьма, просто тьма. Масло уже в банки закатывают. Так, идемте в магазин. Могу вам не показать. Идут, говорю, какая красивая машина. Какое красивое оформление. И вы думаете, что это, ребят? Смотрите. Смотрите, какая машина. Вы читаете, что написано? Да? Представители этой фирмы. Вот такие вот машинки крутые. Смотри, какая красота. А, так тут же и номер даже. Красота. Хачапури с сыром-то зеленью. Ну, вы знаете, что здесь грузинская такая выпечка. Не, ну, я просто вам показываю. Я не буду покупать. Так, идемте. Магазин, конечно, до самого... О, сейчас я тут куплю. Мужчина, смотри, лук понет. Здесь можно купить тоже лук. Их красиво... Видите, как их перегород... Ага, теперь вход оттуда. Их поменяли немножко. Идем к тебе, я вам сейчас покажу тут. Секунду. Пахнет так. Вот, видите, ихняя... Ихняя реклама. Теперь, видишь, как хорошо заход у них. Ты заходишь. Здравствуйте. Они сделали тут витрину. Вот национальное все. Есть сдоба, есть пиронетки. Хачапурики в них, видишь, какие. И пиццу делают. То есть, и пицца сразу здесь. А, и здесь, пожалуйста, кофе, чай. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, все, идемте. А то, говорит женщина, здравствуйте. Алла Коваленчук. Так, водичка есть. Так, все осталось на лавочке. Ну, и пошли сюда. Смотрите, тыква прямо нарезанная уже. Вот такой вот тыква шикарная. Стоит 14,95. Это вообще копейки, ребят. Смотри, какая красавица. Вообще, 14,95. Картофель очищенный. Для ленивых хозяев, что ли? Лук. Морковка. Все. Ну, помидоры мне сезон. Вот редиска. Что-то мне не хочется. Знаешь, я купила я зимой, что-то мне она не понравилась, и все. 89 перец. Картофель молодой уже есть, 39. Сколько стоит, ну, где-то, грубо взять евро с хвостом. Евро с хвостом. Груша красивая. Ну, тоже уже выбор, видите, уже фрукты мало. Уже мало. Вот это такие апельсинки интересные, сицилийские, сицилийская мафия. Зелени много, вот любая зелень. Укроп. Ну, это у меня есть. Лук-порей 41 гривна в кило. О, салаты всевозможные, кинза. Это все. Вот, пожалуйста, черемша. Говорят, что ее нельзя собирать, занесена в книгу. Ее в магазине вот продают, ребят. Но это выращивают, наверное, где-то в теплицах. Салат фрезе. Вот, смотрите, 170 гривен килограмм айсберг. Ну, это все есть. Картофель, давайте посмотрим. Картошка 11,99. Ну, вы видите, какая картошка. Морковка 8,67. Неплохая морковочка надо взять. Вот, картофель оружия. Вот, девица какая-то горненькая. То есть, вот это. Сашуня, зай. Саш, возьми кулечек. Давай я наберу тут где-то килограммчик. Какой же кулечек? Там такой поганый кулечек. Меленький. Вот мне нравится эта картошка. Вот я сейчас возьму. Видите, вот она наключивается. Я возьму килограммчик-полтора на посадку. И будет у меня. И вот так вот я разнообразную, рзиваю, живаю картофель. Содену перчатку, чтобы руку не пачкать. И наберу немножко картошки. Вот наша лента. Сахар, морковка. Я купила вот такой лук для посадки. И купила картошки вот немножко тоже на посадку. Ну, конфетки, сашуки. Яблочки. Такие меленькие, смотрите. Но они хорошие. Цена, конечно, вообще по 4,85. Такие плотные. Взяла яблок. Хлеб. Ну, короче. Мука, сахар. Опять лещина. Ну, полюбляем лещину. Что робить.